Улица, вокзал, аптека. В ней, например, можно приобрести маску, которая уже давно стала постоянным аксессуаром в нашей жизни. Однако все равно находятся те, кто пытается нарушить правила, которые, наверное, пора приравнять к современному этикету. Зашел в автобус или в помещение, снял шляпу, надел маску. И если головной убор в транспорте снимать не обязательно, то без средств индивидуальной защиты никуда. Если у кого-то по той или иной причине их нет, сотрудники Минтранса с радостью их предоставят. Конечно, наша главная задача – это не наказание административное, это предупредительная работа. Потому что, наверное, сейчас такой уровень заболевания, что у каждого из нас есть реальные примеры уже фатального исхода данного заболевания. Ответственным гражданам и напоминать об этом не стоит. Они сами все понимают. Ну, что-то не заразится. Безопасность, ну что там, не знаю. Какой-то надежды, ясно. Поможет и поможет. Ну, что-то, скорее поможет нам. Следующий пункт – Рейда, железнодорожный вокзал. Нарушения не обнаружено. Разметка, напоминающая о соцдистанции, и есть. Санитайзеры расставлены. Все люди в масках. И вопреки распространившемуся мнению, что на выходные все поедут в мини-отпуск, людей не так уж и много. Так как у нас объявлены, да, нерабочие дни, выходные, сегодня мы с вами прошли по вокзалу, увидели, что людей практически нет. Ну, получается, что у людей прошла самосознательность, да, и они минимизируют поездки по поездам дальнего следования. На автовокзале людей чуть больше. Студенты, работники, ушедшие на выходные, уезжают домой. Но, несмотря на существующий поток, который, к слову, все равно меньше обычного, нарушений не выявлено. В ходе рейдов мы видим, что большинство людей все-таки находится в масках. Конечно, есть те, кто не соблюдают масочный режим, но когда к ним обращаешься, реагируют все. И здесь необходимо отметить, что в большинстве случаев именно люди старшего возраста находятся в масках. Сегодня мало кого удивить требование надеть маску в том или ином месте. Да, конечно, многие устали от них. Но, наверное, сейчас лучше носить их исправно всем и избавиться, наконец, от этой болезни, чем халатно отнестись к требованиям сегодня, рискуя передавать традицию масочного режима из поколения в поколение. Денис Проскурин, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону.